Здравствуйте! Это Футбол России, программа о нашем футболе. У нас одно из самых дальних выездных интервью. Мы находимся в Крыму, в Евпатории, и пытаемся понять, в каком состоянии сегодня крымский футбол, к чему он пришел, на что рассчитывает и как будет жить дальше. Юрий, когда едешь по Тавриде, когда ты оказываешься на крымской земле, то ты попадаешь в столкновение двух миров. Прежних, постсоветских лет и нового времени. Это видно в архитектуре, это видно в проявлениях каких-то бизнес-историй. Наверное, это видно во всем. Но это не касается футбола. Крымский футбол, многострадальный, про который столько сказано в последние годы и столько не сказано. Где сейчас он? В столкновении каких миров, каких сложностей, каких ситуаций? В какой точке? Ну, я думаю, что вы здесь правы. Действительно, я как раз раздумываю над вашим вопросом, в какой из двух эпостасиях сегодня находится крымский футбол. И он действительно тоже застрял где-то между двух, наверное, в первую очередь, футбольных цивилизаций. Это Федерации футбола Украины, как она когда-то называлась, и Российского футбольного союза. Вот мы сегодня между двух, в первую очередь, этих футбольных миров и есть сверху, да, то есть как, наверное, сверху смотрят, да, то есть боги, да, это УЕФА. И здесь нужно четко понимать, что, к сожалению, от Устава и от тех принципов, которые заложены в Уставе УЕФА, мы никуда не денемся, где четко гласит, одна федерация должна отпустить, вторая федерация должна принять территорию, которая ушла из одной юриспруденции. Вот все. И самое важное, что это признает не границами государства, а именно ООН, да, Организация Объединенных Наций. Вот то, что сегодня звучит в Уставе. И вот, к сожалению, наверное, мы в 2014 году думали, что мы нигде не застрянем, и очень быстро и оперативно наши три команды футбольные влились в Российский футбольный союз и начали играть в зоне юг второй лиги, да. Но, к сожалению, пришел декабрь, да, то есть и УЕФА своим формуляром, который, хочу сказать, до сегодняшнего дня не корректировался и не вносился изменений. Там было шесть пунктов, мы их всех знаем наизусть, крымчане, да, потому что это касается в первую очередь нас. Сегодня крымский футбол не имеет права ни играть в российском, ни в одном соревновании под эгидой Российского футбольного союза, принимать ни одну команду, официально относящуюся к Российскому футбольному союзу. Ну и, соответственно, с украинцами мы тоже не имеем права играть, потому что все те ограничения, которые были сделаны на сегодняшний день для страны-агрессора, а тогда это было миротворец, всевозможные разные ограничения, то есть мы физически туда просто не можем поехать, да. То есть мы дальше будем говорить, постоянно будем это напоминать. Мы это у ЕФА говорили, что, к сожалению, нас не принимают туда и считают, что мы, ну, некие предатели по отношению к украинскому футболу. Но хотя мы все были одной семьей, мы всегда говорим, что, ну, не должна политика вмешиваться в спорт и футбол в частоте. Но, к сожалению, сегодня мы тоже, футбол существует, есть огромное количество сегодня за 8 лет спортивных площадок, это надо признать, потому что на момент 2014 года у нас было два искусственных полноразмерных футбольных поля, только два. Сегодня их больше 25, а вот там я боюсь соврать, потому что каждые два месяца что-то сдается. То есть, ну, вот на начало года было больше 25. То есть это, то есть тот профессиональный футбол, за который мы отвечаем, а количество маленьких площадок 25 на 40, ну, больше 200 уже сделал. Здесь логичный вопрос, как любой бизнес, если футбол профессиональный, это все равно бизнес, откуда деньги? Потому что УЕФА, как я понимаю, не может перечислить деньги, даже который должен, особенно в сегодняшней непростой финансово-банковской истории от РФС, я не знаю, получаете вы деньги или нет, наверное... Тоже нет. Тоже нет. Да, Крым становится богаче, Крым становится, скажем так, более современной бизнес-средой, но все равно профессиональные клубы, чемпионат Крыма, это расходы, кто платит? Значит, первое, да, то есть вот хочу, много было спекуляций, что УЕФА действительно... Вы знаете, даже наши коллеги, Зоран Лакович говорил, что он не припоминает, что УЕФА не выполнило предписание исполкома, ну, какое-то, да, что вот не выполнено, а на сегодняшний день предписание или решение исполкома УЕФА, где было выделено миллион евро для Крымского футбольного союза и миллион евро для... Так было четко, сейчас постараюсь вспомнить, для федерации, не признанной на территории... Вернее, не то, что не признанной, а Крымской федерации на территории Херсона. Вот для них тоже был выделен миллион. Но, к сожалению, так и не смогли перечислить эти деньги ни туда, ни нам. Ну, то есть ни Крымской федерации в Херсоне, ни Крымскому футбольному союзу. И вот эти два миллиона, они до сих пор находятся на счетах УЕФА. За все время, которое существовал Крымский футбольный союз и, соответственно, Крымский футбол, начиная с 2014 года, мы получили около 500 футбольных мячей, которые раздали деткам, ну и, соответственно, вот вся помощь, которая была от УЕФА. Нас слышат, но, наверное, не более, да, то есть, к сожалению, какой-то помощи вот такой, вот материальной нету, да, входит в наше положение, с нами разговаривают, с нами дискутируют, но вот какой-то осязаемой помощи, к сожалению, нет. И вся та инфраструктура, которая была сделана за это время, это сделано за государственные деньги Российской Федерации, по разным программам здесь и Минсельхоз, да, то есть это стадион в село. По такой программе два стадиона было построено, да, огромное количество помогала мэрия Москвы, они выделяли средства на спортивные площадки и маленькие, да, футбольные многофункциональные, не только это площадки. Дальше. Министерство спорта, шесть футбольных полей полноразмерных по программе до 2021 года у нас было построено. И вот все те футбольные поля, которые делались, они все практически большая часть за государственные деньги. Конечно, есть еще инвесторы, да, частные и корпоративные, которые делали, но если сравнивать, то все-таки, конечно же, больше это государственные деньги различных ведомств, в первую очередь. Вот смотрите, да, мы даем интервью на территории футбольной академии Евпатория. Потрясающий корпус, несколько полей, инфраструктура, причем современный, даже вот этот пресс-центр, где мы находимся, в премьер-лиге, не у всех клубов, в российской премьер-лиге, есть такие инфраструктурные условия. Дети, я не знаю, но, наверное, не одна команда, да, не один десяток ребят. Шесть возрастов. Вы их доводите до какого-то возрастного предела или доведете до какого-то возрастного предела. И что дальше? Где у вас горизонт планирования? И что делать этим детям, которые не могут участвовать в соревнованиях детских, как я понимаю, не участвуют в детской футбольной лиге, кроме как крымской? Вот как с этим быть, да? Быть сколько ждать? Год, два, три? Или просто признать, что вот все, да, мы 10, 20, 30 лет должны вариться в собственном котле. На этот вопрос вот четко, знаете, как говорит, четко вопрос-ответ, не могу ответить. Могу сказать одно, что, наверное, два года назад, когда Сергей Валерьевич Аксенов и я просил президента о возможности открытия этой академии, мы, честно, не задумывались об этом. Мы, вот то, что вы говорите, мы на пятилетие, да, это было как раз пятилетие вхождения Крыма в Российской Федерации, общественность небольшим узким кругом встречалась с президентом, и был и я там, и вот мы готовили вопрос президенту. К сожалению, не смогли задать вопрос в прямом эфире, но выходя, президент четко сказал Сергею Валерьевичу, вопрос знаю, проблему знаю, бумагу получите, где четко все написано. Мы получили бумагу, и там было оказать содействие в реализации вот этого проекта. Огромное спасибо за это президенту, и, конечно же, Сергею Валерьевичу Аксенову, потому что он был у истоков этой академии. Вот тогда мы ставили вопрос, что, вот как вы говорите, у нас, ну, наверное, за года футбольные, да, футбольные, то есть есть одаренные детки, и мы можем, наверное, как и в любом регионе, да, и климатические условия, и тренерско-приводовательский коллектив, все есть, да, только нужно условия, потому что, еще раз повторюсь, никогда, ни в советское время, ни в украинское потом, академии в Крыму не было. Было только с Дюшор, и потом появился училище Олимпийского резерва. Крым всегда, ну, не хочу сказать, да, то есть там грубо, но мы всегда наших одаренных детей отдавали или в Днепропетровск, или в Донецк, да, то есть это вот при той, да, то есть юриспруденции. И при Советском Союзе было четыре, тогда были, академии не было, а было интернаты. Вот это был Варшалоградский интернат, где много, то есть сегодня это Луганск, да, то есть как бы я, будучи юным футболистом, мы всегда играли. Это был Киевский интернат, это был Львовский интернат и Харьковский. Вот это три интерната, где, ну, готовилось, ну, наверное, лучшее и самое одаренное. И мы всех одаренных деток, своих футбольных, отдавали туда. И вот тут нас услышали, и Крым получил возможность сделать футбольную академию. Честно, первый год даже не верилось, вот честно, да, то есть, да, мы подготовили инфраструктуру. Мы практически имели всех тренеров определенного уровня, так, как требует РФС. Но всех нюансов, о которых вы сейчас говорите, мы, конечно, не могли, да, то есть предположить, да, как и, допустим, с девочками один нюанс, что девочки должны жить отдельно в корпусе. Ну, к сожалению, у нас его не было, да, то есть мы тоже планировали девушек, и девушки у нас сейчас живут в другом месте, да. Но вот таких нюансов мы не знали. Но мы считали, как говорят наши коллеги Суэфа, степ-бай-степ. Вот давайте сначала это, потом второе. Сегодня мы столкнулись, два года Академии. Сегодня есть четыре воспитанника, которые привлекались в сборные России. Я считаю, что для крымского футбола за два года это уже довольно неплохой результат. По различным возрастам. Сегодня закрепились двое. Не хочу там говорить их фамилии, я думаю, чуть попозже, да, то есть об них все узнают. Дай бог, чтобы ребята дальше прогрессировали. То есть вы вынуждены воспитанников, когда они достигают определенного возраста, просто делегировать, отдавать другие Академии? Без привязки к Крыму. Вот это самое главное, да. Я думаю, что это поймет любой преподаватель, любой тренер, любой научный сотрудник. Когда он готовит и отдает частичку себя своему ученику, но нигде не фигурирует его имя, ну, наверное, это как минимум просто нечестно и, ну, наверное, неэтично, да, потому что те азы, которые он вложил, мы понимаем, что после определенного момента развиваться можно только в определенных условиях. Это должна быть среда, которая на грани, ну, наверное, больших, да, то есть нагрузок больших и лучших футболистов вместе, да, то есть потому что мы все четко понимаем, есть спорт, а есть физкультура. Так вот, нас всегда учили, что спорт – это достижение высоких спортивных результатов, ну, наверное, на пределе возможности организма. Вот так же и здесь, да, если перефразировать или повернуть это все в футбол, то есть надо создать условия, где максимальные нагрузки, где юный футболист постоянно прогрессирует. Но если он будет выигрывать 14-0 или там 7-0, к сожалению, он, ну, попадать чуть-чуть сильную среду уже ему не хватит, да, то есть как когда-то, выезжая за границу, мы уже чувствуем, что там другое сопротивление. Это понятно. А по детям, да, вы сейчас объяснили, но вот что касается взрослых команд, что касается даже не игроков, а полноценного соучастия, полноценного влечения крымского футбола, профессионального, в российскую футбольную семью. У ЕФА как бы, да, вот инерционным не было мышления европейских чиновников, в том числе футбольных, все равно они должны были понимать вот эту жесткую позицию. Крым наш, и это не изменится, что, ну, вы должны все равно какой-то вариант найти. Более того, когда началась спецоперация, тоже стало понятно, что многое геополитически, и в спорте в том числе, тоже изменится. И вот можно читать новости последние недели, месяцы, и там постоянно в спортивных новостях поднимается эта тема. Крымские клубы войдут в РФС, крымские клубы войдут в ФНЛ, да, во вторую лигу. Некоторые горячие головы даже говорят, что надо включить в Премьер-лигу, хотя, наверное, ну, по всем даже, если включат, возможностям сегодня конкуренция все-таки, она, ну, вещь справедливая, разница в классе спортивная будет серьезная. Но все равно, вот, вы и РФС, взаимоотношения с Академией, с клубным футболом, со взрослым футболом, вот в какой стадии и в какой динамике? Ну, наверное, консультативное. Хорошее консультативное общение, в первую очередь, да, то есть мы пользуемся методиками, мы можем повышать квалификацию своих тренеров на территории, и, к сожалению, это банально звучит, но материковой части России, потому что до этого и этого нам не разрешали. Но тут УЕФА разрешила отправлять наших, ну, каждые три года должны подтверждать те лицензии, да, то есть, ну, классические, да, то есть это, наверное, в любом деятельности. И вот тут нам разрешили, мы выезжаем в Краснодар и подтверждаем свои лицензии, которые были получены в украинском футбольной федерации, потому что, ну, до определенного момента там все получали. Вот, и, наверное, все, больше мы где-то спрашиваем, мы где-то спрашиваем, а можно ли с какой-то периодичностью, да, то есть, но мы же понимаем все, что если мы не участвуем в официальных турнирах, где, вот то, что я уже говорил, где идут борьбы за медали, за звания, то, наверное, ничего не будет. То есть мы сегодня можем участвовать только в коммерческих турнирах, еще раз повторюсь, в коммерческих турнирах, которые не проводят РФС, то бишь, ну, скажем, проводят некий там КАП, да, то есть вот КАП, сама... Мукмекерский, спонсорский, неважно. Неважно, но где РФС, да, то есть там мы не имеем права. Соответственно, мы четко понимаем, в этих соревнованиях не дают разряды ребятам, не дают звания тренерам. Ну и, соответственно, туда едет, ну, наверное, все-таки не первая десятка команд, потому что, ну, футбол связан, как и любой вид спорт, с травмами, и зачем вести ребят на турнир, ну, скажем, не высшей категории, если все расписано и хватает высшей категории. Вот мы сегодня там... Но для нас это как глоток, да, то есть мы вот поехали в Тольятти буквально недавно, да, и в Казань поучаствовать в таком турнире. Там мы увидели хотя бы по одной команде, которая представляет элиту, да, то есть детского футбола. Это Рубин, ну, то есть Академия Рубина и Коноплева в Тольятти и Крылья Советов, да, то есть там же приехала Ланья. Вот там мы первый раз почувствовали себя, ну, хотя бы рядышком. И как вы выступили? Вы знаете, все, если проигрывали, то один-два. Ну, вот, конечно, там маленькие сложно было, потому что вот Ростову мы проиграли побольше, а со всеми остальными ребятами или выигрывали, или в один мяч где-то проигрывали, да, то есть, ну, то есть это нормальная, хорошая борьба. А восьмой и девятый на уровне Краснодарского края практически все выиграют и даже обыгрывали и Кубанскую Академию. Мы сами выдумываем себе, ну, некие соревнования и постоянно спрашиваем, да, коллеги, можно приехать, не навредим мы вам. Мы это понимаем, потому что мы уже, наверное, за восемь лет привыкли к этому, и наши руководители, то есть различных уровней говорят, да, то есть мы привыкли, что у нас нету в санкциях тех банков, вы видите, да, когда приезжают, тех ритейлеров, которые присутствуют на остальной части, да, как-то мы уже свыклись, но вот в футболе это очень сложно, да, ну и самое важное, да, то есть очень тяжело маме объяснить, почему ее ребенок в 14 лет не может сыграть в Питере с ЦСКА или с Зенитом, понимаете? Украинские паспорта у ЕФА, она говорит, я все понимаю, профессиональные футболисты, но эти юные дети чем не угодили у ЕФА и Европейскому Союзу, понимаете? Вот это возмущает больше всех, больше всего. Еще одна идея, которая активно, по крайней мере, в газетных, ну и в соцсетях, да, в заголовках тоже мелькает, это создание чемпионата на территории тех республик, тех районов, регионов, да, которые у ЕФА не признаны, или ФИФА, и в данный момент они находятся в таком, как крымский футбол подвешенном состоянии, это ДНР, ЛНР, Крым, сейчас Херсон-Запорожье, Южная Осетия, Абхазия, вот это вот совместный чемпионат. Как, да, вот как эта идея родилась, я понимаю, что корни во многом отсюда растут, из Крыма, если я не ошибаюсь, и как она прорабатывается, куда сейчас движется все? После 24 февраля мы увидели, что мы уже становимся не одни. Ну и честно скажу, за 8 лет, ну, наверное, любому чемпионату играть 4 круга с одними и теми же соперниками, ну, наверное, как минимум, ну, если не устали, то уже поднадоело, да, то есть одни и те же, мы знаем силу, да, уже появились лидеры, появились середнячки, ну и, соответственно, аутсайдеры. Ну и развития нету, да, то есть и вот тут мы увидели, что появляются такие же коллеги, по несчастью футбольному, и что мы сможем как-то, при том, что мы с ребятами из ДЛНР и ЛНР, мы уже общаемся, да, общаемся на протяжении всех тех долгих лет, когда идут эти обстрелы, ну, им физически негде играть, хотя они тоже играют, но в переходной период они приезжают к нам, вот, мы, конечно, туда не ездили, но вот часто и мы увидели, что это, и тут родилась идея, а почему бы, ну, вот, не сделать вот такой чемпионат, да, то есть, ну, содружества непризнанных территорий, да, футбольных, потому что сегодня полноправно говорить, что это территория Россия, мы не можем, да, мы это все понимаем. В футбольном смысле? Конечно, да, в футбольном смысле, да, то есть, мы не можем, и, соответственно... ФИФА проводит, ну, скажем, не проводят, да, а проходит чемпионат мира среди непризнанных ФИФА государств. Это отдельно, когда? Да. Они тоже к нам приезжали, мы сказали, что, ребят, спасибо, нас у ФИФА слышит, и мы ждем приглашения в большой футбол, и мы отказались. Они два раза к нам приезжали, два раза нас приглашали, где вот как раз ЛНР, ДНР, Абхазия, они играли. Кто приезжал? Из какой страны? Или прямо из организации? То есть прямо из организации. Генеральный секретарь, вот сейчас не вспомню, как, вот, не готов сказать, но он приезжал, два дня был у нас в Симферополе, мы общались, очень приятно, неплохо говорит по-русски, вот, но мы, к сожалению, отказались, это было... чемпионат они проводили в Абхазии, вот, буквально полгода они нас приглашали поучаствовать именно в том чемпионате, вот, и мы отказались. Вот сегодня мы четко видим, что сегодня те ребята, с которыми мы когда-то играли в футбол, в такой же ситуации, может, и почему бы нам не сыграть вот такой объединенный чемпионат, содружество, да, то есть почему бы и нет, да, то есть в первую очередь, конечно же, мы с коллегами пообщались и сказали, ребят, вы сможете, ну, у нас все хорошо в Крыму и Севастополе, да, у абхазцев тоже все нормально, потому что студенческим они играют, они тоже к нам приезжают, да, и мы говорим, вы сможете в Донецкой Народной Республике и в Луганской собрать две-три команды. Ну, сказали, нужно время, потому что, ну, там сегодня объявлена полная мобилизация, и практически все мужское население сегодня на фронте и освобождает свои территории, то есть, ну, это мы тоже понимаем, но если станет такой вопрос, то мы готовы две команды от Луганска и две от Донецка точно делегировать, да, то есть и мы почему бы и нет, да, то есть также приезжали, созвонились с Херсонской области, одна команда точно будет участвовать, ну, и от Запорожской тоже, то есть я считаю, что уже вот нас набирается, да, то есть полноценный, 8-12 команд, вот, второе, как формат, да, то есть, но и немаловажно, конечно же, мы не успеем его провести вот буквально, но с Нового года, то есть с весны, почему бы и нет, вот об этом сейчас мы все больше стали задумываться, то есть сейчас ждем коллег, которые приедут на отдых, опять же, где-то сейчас же один чемпионат закончился, второй начинается, и вот в этот переходной период еще раз сверим все, ну, наверное, заявим это, то есть, скажем, у власти, потому что это немаловажно, мы все понимаем, что классически, ну, наверное, дерби Севастополь-Луганск, Симферополь-Донецк, это действительно бы было как старые добрые времена, но мы все понимаем и видим, что прилеты тех снарядов, которые были вот буквально недавно, рядышком прилетела с Донбасс-ареной, до этого в Стаханов, да, был прямое попадание в трибуну, мы все понимаем, что начнем пока, наверное, где-то, может быть, на нашей территории, может, где-то на территории Ростова-Крымска, ну, это уже второй вопрос, но самое главное, сегодня нужно собрать команды, да, то есть и определиться с форматом, и я думаю, ну, точно есть, по крайней мере, поговорить и есть идея вот такого объединенного чемпионата. Вы в начале интервью упомянули Луганский интернат, у нас два тренера в премьер-лиге выходцы оттуда, это Сергей Симак и Сергей Юран, помните их? Конечно, Кончельский, Заваров, тут можно было это все те ребята, которые... Нет, помните, ну, по личному общению, по всему, потому что вы как раз, если не ошибаюсь, 72-го года, Симак, 75-го, Юран постарше, вы как раз между одним и вторым Сергеем. Да, ну, вот их, честно, к сожалению, не знаю, но вот Кончельский знаю хорошо, как бы, и тех ребят еще, но вот как бы больше вот его, а вот этих ребят Юран приезжал уже, будучи игроком сборной, но вот как-то вот больше все-таки с Кончельским общаемся. Последний вопрос, наверное, мы поняли, почему команды из России сюда не приезжают, пока, чтобы участвовать в каких-то матчах официальных, полуофициальных турнирных. Приезжают ли команды, хотят ли приехать команды из материковой России сюда для того, чтобы провести учебно-тренировочные сборы, потому что если такое количество полей, такой климат и дешевизна, то почему бы не приехать? Вы знаете, приезжали до определенного момента, но опять же вмешалось футбольное правосудие со стороны УЕФА, это где-то лет пять назад было, то есть мы всегда зимой, ну, когда сборы, проводили зимний кубок Крымского футбольного союза. И пригласили, то есть команды, которые были на сборах, это частенько так приезжали с материковой части, и у нас тогда играла «Анжи-2» и «Сокол-Саратов». Вы знаете, хороший был турнир, «Сокол-Саратов» победил, в финале обыграл, по-моему, «Севастополь», если мне не изменяет память, ну, не столь важно. И буквально через два месяца наши коллеги, то есть говорят, лучше бы мы не приезжали, к нам с УЕФА прилетел эти запросы, и мы теперь отчитываемся, почему поехали в Крым и почему мы играли в официальных соревнованиях. Я был, честно, тогда удивлен, тогда я, будучи президентом Крымского футбольного союза, ну, во-первых, это соревнование неофициальное, да, то есть это соревнование, ну, тренировочное, которое играется очень часто, такие мини-турниры, когда ты приезжаешь на учебно-тренировочные сборы. Но на что был ответ такой, что если есть регламент, неважно какого уровня соревнования, значит, это является официальным соревнованием. И, конечно же, нам, ну, какие нам претензии не было, потому что мы и так в санкциях, да, но вот после этого, к сожалению, вот команды из материковой части и те, кто играет в Российском футбольном союзе, просто перестали ехать от греха подальше, потому что они писали бумаги. И, насколько я знаю, никаких санкций к ним не было, но нервы им потрепали изрядно, и, соответственно, все от греха подальше. Правда, два года назад торпеда, приехала Москва и два сбора провела, то есть и остались очень довольны. Мы опять же увидели друзей Алдонина, Игнашевича, были очень рады встретить коллег, ну и сами побегали в футбол, вспомнили добрые времена, даже если через 20 лет. Так что история есть, мы готовы всех принимать, но мы, еще раз говорю, мы не хотим навредить ни Российскому футбольному союзу, ни, в частности, кому-то из тех футболистов, чтобы они не получили там дисквалификацию. А что касается инфраструктуры, я считаю, что пять баз, на которых есть два и более, минимум два полноразмерных футбольных поля у нас есть, и они точно могли принимать команды. Ну и, соответственно, пять-шесть команд как бы есть хорошего уровня для спарринга, с которыми они могли бы играть на сборах, и наши крымские команды с удовольствием откликнутся. Но и опять же, это любое общение, это увидеть, как развиваются другие команды, показать своих игроков и где-то, может быть, предложить наших крымских футболистов для того, чтобы они попробовали в более сильном себя чемпионате. У детского крымского футбола есть не только прекрасная инфраструктура, есть еще и опыт товарищеских матчей с своими сверстниками из других регионов России. Примерно понятно их будущее. Лучшие будут уезжать в другие академии, в другие города. Когда появится понимание, подобное относительно взрослого крымского футбола, на этот вопрос, наверное, сейчас не ответит никто. Это был «Футбол России». Мы не прощаемся. Увидимся совсем скоро.